Коллеги, добрый день. Меня зовут Назаров Александр. Я являюсь менеджером по продвижению продуктов компании Dell. И сегодня я вам расскажу про проект Dell IT System, что Dell предлагает на рынке облачных технологий. Ну, прежде чем приступить к рассказу о Dell IT System, хотелось бы рассказать несколько фактов. Не все, возможно, знают, что компания Dell серьезный игрок на корпоративном рынке. И чтобы это проиллюстрировать, я приведу несколько фактов. Крок в своем виртуальном дата-центре использует более 500 узлов, развернутых на базе серверов моделей Dell PowerRage R720 и R510. И также хотелось бы отметить тот факт, что в России отсутствует нормативная правовая база в части сертификации облачных платформ, и Крок вызвался выступить в качестве облачной платформы для проведения тентеста. Это тест на проникновение. И в результате этих проведенных работ результата этих проведенных работ легли в основу документов по подготовке стандарта по уровню освещенности облачных платформ. Как компания Dell пришла к этому? Dell в последние годы демонстрирует развитие на корпоративном рынке путем поглощения технологических компаний. И хотелось бы также рассказать о некоторых стратегических приобретениях в последних лет. Сетевой игрок Force10. Покупка была осуществлена в августе 2011 года. К слову сказать, на коммутаторах Force10 построена сеть Европейского едетного центра, где проходят эксперименты в туннелях большого андроидного коллайдера. Также из основных заказчиков является крупнейшая точка обмена трафиком в России – это интернет-экчейндж. По системе хранения данных сразу две компании. Это Compilent Technologies, которая в своих системах использует технологии для оптимальной работы с облачными системами виртуальной мидсвоблении. Также компания Qualogic – система хранения данных, которые базируют свои технологии на iSkise. Что касается программного обеспечения, тут было произведено две основные ключевые покупки. Это компания Quest Software. Вошлась с дел почти в 2,5 миллиарда долларов. И по некоторым источникам стала самая крупная сделка в 2012 году. Компания Quest занималась разработкой поводов и управления IT-инфраструктурой предприятий. А также компания Geo Technologies, которая несколько лет успешно занималась решениями проблемы единого управления виртуальной инфраструктурой. В общем, все эти покупки, одни из этих покупок позволили VEL выйти на корпоративный рынок. В частности, как мы видим на слайде, это комплексные интегрированные системы, которые объединяют все четыре компонента. Это blade-и или rect-червера, сети передачи данных на базе коммутаторов Force 10, Power Connect, Cisco и Bracket. Система хранения данных Component или Equalogic, а также по виртуализации это VMware и Hyper-V и система управления. Ну, например, а, в настоящий момент интегрированные комплексы выпускают в четырех конфигурациях. Это ActiveSystem 50, 200, 800 и последние тысячи. Например, ActiveSystem 50 подходит для удаленных офисов или небольших частных облаков, а уже, например, ActiveSystem 1000 для построения видео-решений от тысячи более виртуальных рабочих столов. Также стоит отметить, что заказчику данной системы приходят в стойке, уже в собранном виде, не надо ничего коммутировать, все там работает, все установлено, и вендор поддерживает этот комплекс так единое целое. Впрочем, различия не только в названиях и в цифрах, но и в наборе компонентов. И сейчас я хотел бы рассказать немножечко конкретно по каждой модели. Самый младший брат линейки это ActiveSystem 50. Компоненты поставляются в маленьком шкафу 24-юнитовом. Так как данная система позиционируется для удаленных офисов и маленьких рабочих круг, поэтому и вычислительная часть состоит всего из двух 1-юнитов серверов модели R620. Небольшого сторожа эквологика 6110, представляющий собой виртуализированный СХД, работающий подпоколом АЭС КАЗИ. Сеть построена на базе коммутаторов в PowerConnect. Все компоненты задублированы, все подключено по нескольким точкам подвода. Модель постарше это ActiveSystem 200. Эта система уже позиционируется для средних частных облаков и в отличие от ActiveSystem 50 имеет возможность масштабирования. Вычислительные УЗы стоят из серверов R720, которые могут укомплектованы в зависимости от потребности заказчиков до практически 120 ядер. Также для хранения и выделения дискового пространства используется сторож эквологик 6110, но с высшей емкостью и может устабироваться до 90 ТБ. Для обеспечения сетевого взаимодействия используются коммутаторы D-Force N10 модели S4800, работающих на скорости 10 ковид. В основе комплекса ActiveSystem 800, в отличие от предыдущих моделей, лежат лейк сервера, которые обеспечивают высокую квотность компоновки. На этой картинке, на этом слайде показаны модели блейдов M620, но если мы будем использовать блейды M420, то в одну блейд-шасси мы можем найти до 32 штук. Поискоды без изменений, тот же эквологик с возможностью решения емкости до почти 172 ТБ, коммутатор Force N, обеспечивающий передачу данных на скорость дизельномитии, как я уже говорил. А также коммутаторы, которые устанавливаются в блейд-шасси, это IО-агрегаторы, которые могут работать с сетями 40 Гбит. Такая модель позиционируется для развертывания программных решений, для виртуализации облачных решений, ну, например, VMware View, Citrix, Microsoft Link. Ну, и самая старшая модель это ActiveSystem 1000. Тут уже используется большее количество блейдов, есть, ну, опять же, повторюсь, больше возможностей по масштабированию, и главное отличие от всех моделей это использование в HD-компинге, что позволяет гибко использовать данные при построении облачной инфраструктуры, и также есть возможность многоуровневых хранения данных. ActiveSystem 1000, как я уже говорил ранее, уже подходит для высокомасштабирования частных облаков, или же для построения видео-решений на тысячу или более виртуальных столов. Ну, чтобы управлять этими решениями и компонентами, как единым целым, Dell предлагает программное обеспечение ActiveSystem Manager, который является к единой консоли для управления всеми ресурсами, и хотел бы сейчас рассказать вам немножечко подробнее о некоторых его возможностях. Это быстрое обнаружение, например, оборудование, сходы, серверы, коммутаторы добавляются в ActiveSystem Manager по опи-адресу. То есть мы можем задать дипозон опи-адресов, определенный нажат Search или Discovery, и за считанные минуты он сканирует сеть и находит нужное поддерживаемое оборудование и добавляет свой пол-ресурсов. Также есть возможность создания группы конкретных пользователей, также есть интеграция с ActiveDirectory, ну это в общем понятно, что для разграничения прав пользователей. Можно создать группу операторов, которые могут только отслеживать состояние оборудования или опять же выдать различные департаменты права только на их ресурсы, чтобы исключить использование ресурсов других департаментов. Дизайн шаблонов и правила управления. В Eksystem менеджере встроены шаблоны различных сервисов, например, Citrix, VDI, Sendestop. Ну эти все шаблоны сделаны на основе каких-то экспертиз вендоров или сервисных интеграторов. Чтобы расширить этот список шаблонов, мы можем либо создавать свои шаблоны, либо использовать шаблоны, которые можно отдельно приобрести у Dell. Что это такое? В общем, ActiveSystem менеджер позволяет связать все разрозненные процессы развертки одного сервиса, такие как установка операционной системы, настройка сети на хостах, конфигурация приложений операционной системы, единый набор процессов развертки, требующих использования этих действий. То есть создание шаблонов или использование в единое целое, то есть это есть некий шаблон. Эти шаблоны можно использовать любое число раз. Особенно это удобно, когда мы разворачиваем какие-то кластеров, которые состоят из большого количества вычислительных лывов, и запустив один раз, мы действия больше не делаем, и это позволяет при развертке шаблона минимизировать риск возникновения ошибки из-за человеческого фактора. Шанс забыть провести какую-либо настройку по сравнению с другими узлами сводится к нулю. Но также как я уже говорил, создание новых правил, создание своих собственных шаблонов. Внедрение шаблонов и управление запросами. Что это такое? Развертка шаблонов может происходить как моментально после его выбора, так и в определенный запланированный промежуток. Например, развертку новых сервисов можно планировать в ночное время или выходные дни, чтобы снизить влияние на производительность продуктивных и уже работающих систем. Управление шаблонами, управление запросами точнее, это когда пользователи, не обладающие правами развертки шаблонов, без подтверждения планируют развертку на определенное время. И администратор системы в виде данных запроса либо подтверждает, либо отклоняет. И что еще? Ну, это про пулы. Это что это такое? Все добавленные в систем менеджер ресурсы можно использовать как едино, так и разбившись на подгруппы. И разные подгруппы не используют ресурсы другого. Это может быть полезно для ограничения рабочей нагрузки между подразделениями организаций. Пул может быть как увеличен в размерах, так и уменьшен. Увеличение, естественно, допустимо только при наличии свободных ресурсов в системе менеджер, или же при наличии ситуации, когда один пул близок к достижению потолка своей вычислительной мощности, а другой пул использует только небольшой процент своих ресурсов, и ресурсы второго пула могут быть переданы первым. И преимущества, ну, хотел сказать несколько преимуществ, да, и наверное особенностей данного решения это гибкость, возможность масштабирования железа, ну, как в рамках одной стойки, да, подключением нескольких стойок, как ледяное целое. Возможность использования железа не только от производителя Dell, но также есть возможность работы с коммутаторами CISC или Bracade, ну, также можно использовать, также могут работать с гладами от производителя CISC. Ну, это централизованное управление, так как я уже рассказывал, про CISC менеджер, очень удобная единая консоль и единая точка входа по поддержке. Вот, это, наверное, все, что я хотел вам сегодня рассказать, и сейчас мой коллега Кирилл Сорокин вам покажет, продемонстрировать, как с помощью CISC менеджера мы разливаем шаблон. кирилл Сорокин кирилл Сорокин кирилл Сорокин